Ребят, всем здорово! Вы снова на канале Хоккей Свысока. Сегодня попытаюсь кратко, ёмко и по делу, потому что о многом рассказывать сегодня не хотелось бы, но в хорошем смысле будет буквально несколько тезисов, которые я вам хотел изложить. Они все будут про клюшку Силки Мидс, новое поколение клюшек этой именно линейки от компании Корбит. Мне здесь много чего понравилось. Единственный момент один не понравился, но он не критичный. О нём я тоже сегодня расскажу. Поэтому с тебя, как обычная активность, лайк, подписка, коммент. Ну, потому что надо жить как-то. Поэтому активность, естественно, от вас нужна. На Ютубе, на ВК-видео, где бы вы это видео не смотрели, даже уже на каких-то платформах просто сливают мои видосы. Не за моим авторством, как бы я с этого прихренел, но звёздная болезнь, вот она, пожалуй, и начала проявляться. Конечно, залетай в мой Телеграм-канал. Там всегда много подробно, ярко, живо, горячо. Я надеюсь, что ты станешь одним из его новых подписчиков. Но у нас сегодня, как я уже и сказал, силки-мидс, мягкие ручки. То, что не про нас, но то, что мы хотели, чтобы было про нас. Поэтому усаживайся поудобнее, и мы погнали. Ну, первое, о чём скажу, напомню, что такое Корбит. Я, как бы, опять же, скажу об этом во всеуслышание, потому что разные есть теории иногда, в принципе, о том, как я этим занимаюсь и чем я занимаюсь. Никаких, скажем так, доходов, дивидендов, премий, дотаций, опять же, с обзоров на эти клюшки я не имею. То есть я получаю кип, я его обозреваю, могу сказать плохо, могу сказать хорошо. Естественно, от этого, наверное, будет меняться отношение ко мне, но что поделать уж. Поэтому у меня нет задачи продать вам эту клюшку. Говорю как есть. Говорю только про свою эксплуатацию. Ваше дело верить, не верить, спорить, не спорить. В общем, флаг вам в руки. Надеюсь на вашу адекватность. Корбитт, бренд с производством в Китае, с людьми, которые управляют в России, классика. Сегодня это прям классика-классик, я бы сказал. Но опять же многие скажут, что можно купить черную клюшку за 6-7-8 тысяч, и типа это будет то же самое. Ни хрена это будет не то же самое. Если видели у Алексея Стельмаха из проекта IceHockey 360 статейку про сравнение реплики оригинала клюшки Bauer Hyperlite 2, ну, я как бы не буду говорить, что там. Я ссылку в описании оставлю. Вы посмотрите, просто вот черные клюшки, это вот считайте реплика на Hyperlite 2, потому что там особо люди, ну, как бы не запариваются, когда их делают. И вы увидите, чем технически эти клюшки отличаются. И поверьте, вы просто офигеете. Вот эта клюшка, она не такая, как реплика, я имею в виду. У нее есть свой технологический цикл, у нее есть свои стадии контроля качества, и такую лажу на выходе вы не получите. Ну, первое, я быстренько пробегусь по дизайну, он здесь изменился. Осталась классическая надпись Silky Mids по шафту, но это, как бы, действительно, наверное, фишка этой линейки. Она была и в прошлом поколении, но в прошлом поколении не было фольгированной графики, не было модных шрифтов, модных надписей. Здесь это дело все добавили. И, действительно, клюшка получилась динамичнее, сочнее, живее. И, действительно, она в руках замечается по-другому. И, в общем, люди ко мне подходили и, действительно, спрашивали, что же такое. Единственный косяк, как по мне, вот мне не нравится вот такое вот оформление крюка. То есть, когда здесь вот такой вот желтый этюд, крюк черный при этом, и вот эта краска, она сбивается. То есть, вы и здесь это можете увидеть. Вот здесь, по-моему, на камеру будет видно. Ну и, конечно, когда вам бьют под клюшку, что разрешено правилами хоккейными, эта краска будет сбиваться. Поэтому вот на этот момент я обращаю внимание. Это, в принципе, вот как раз тот единственный косяк, о котором я хотел сказать. Потому что, ну, больше для себя чисто косяков по этой клюшке я больших не обнаружил. Ну, тех, о которых хотелось бы, наверное, сказать. Технические характеристики. Длина 60 дюймов. Стандарт Bauer, стандарт CCM, которые идут до 85 флекс включительно. Вы понимаете прекрасно, что это за длина. То есть, не лонг клюшка, что мне лично не нравится. Но это во второй маленький косяк можно занести. 95 флекс, 92 загиб. Классика полная. Это то, что я люблю. Вот прям идеал для меня. Стандартный загиб. 95 флекс. Ни больше, ни меньше мне не надо. По весу и балансу. Слушайте, я вот баланс не измерял. Может быть, как-нибудь измерю, когда надставку отсюда сниму. Потому что надставку я сюда поставил. Как и сказал, клюшка не лонговая. Но весит она не более 350 грамм. Это я вам точно говорю. Потому что прототип карбидовский, который они выпускали, весил 335. Как Bauer-агент. Эта клюшка, она и в прошлом поколении весила там около 360. В этом она еще легче. И баланс здесь, честно говоря, настолько улетный. Что вы действительно ставите крюк на лед, и вы его не ощущаете. Я много ругался, в принципе, на многие клюшки, что мне это лично не подходит. Я люблю, чтобы в клюшке чувствовался вес какой-никакой. Но здесь это ей не мешает. Поэтому вот плавно перейду к дриблингу и контролю. Могу сказать, что клюшка и на приеме, и на дриблинге, и на других технических элементах ощущается прям идеально. Здесь три ребра жесткости. Они видны в крюке. Я их уж не буду на камеру показывать, но вы поверьте, что здесь три ребра жесткости. Перо жесткое, но оно не такое непропорционально жесткое, как в прошлом поколении. Оно не мешает дриблингу, оно не мешает приему шайбы. То есть, действительно, это крюк, который может за вас дорабатывать, но в момент определенной повышенной нагрузки он не будет сбоить. То есть, действительно, когда надо прям всечь по шайбе, он не будет прогибаться, он не будет проворачиваться. Таких проблем здесь не будет. Поэтому крюк сделали охренительно легкий, но его сделали при этом умеренно, скажем так, интеллектуально жестким. Вот если можно так говорить, сейчас ССМ продвигает технологию вот такой переменной жесткости крюка. Не буду говорить, что здесь есть что-то подобное, но вот как будто бы что-то такое чувствуется. Поэтому в плане дриблинга, в плане ощущения шайбы, читаемости шайбы на крюке, выше всяких похвал. Я сейчас параллельно тестирую много клюшек. Ни у одной клюшки такого ощущения нет, к сожалению или к счастью. Но вот Corbitt это фишка на самом деле бренда. И то, что они это сделали, прям большой респект. Клюшка ощущается просто потрясающе. Мои знакомые, которые приобрели уже эту клюшку, подтвердили эти слова. Поэтому, ну, если вы скажете, что я вру, я не вру. Вот так вот. По поводу бросков отдельно скажу, потому что клюшка, как я и сказал, лоу-кик. Но отмечу отдельно то, что это не ультра-лоу, как он может показаться, да. По философии своей, допустим, она не похожа там на Hyper Light. Она не похожа на какие-то решения от Warrior. Она похожа скорее на триггер, вот если говорить по ощущениям. Потому что короткие броски с нее получаются просто идеально. Мне очень нравится вот эта короткая загрузка, короткая реакция крюка. Потому что он становится жестким как раз в тот момент, в который нужно. Не поймите, привратно эту штуку. Желаю, чтобы у вас все оставалось жестким в тот момент, когда это вам нужно. Но сейчас речь идет про крюк. Вот он не сбоит в этом плане. И действительно, он отлично работает, отлично загружается. Броски вылетают кучно, броски вылетают туда, куда нужно, броски вылетают резко. Но при этом не хромает средняя амплитуда. То есть, если вы делаете заметающий бросок, профиль клюшки работает так же, как надо. Если вы делаете щелчок, профиль клюшки, опять же, не дает ей, скажем так, выбрасывать вот эту нагрузку. Он ее может схавать. То есть, профиль клюшки помогает вам совершить вот этот релиз даже при щелчке, и энергия не гасится. То есть, я могу сказать, что клюшка универсальна. Она подходит для всех видов бросков. Но все-таки акцент, конечно, сделан в сторону коротких бросков. Поэтому клюшку гибридом, скажем так, в классическом понимании, я назвать не могу. Ну, суммарно, в принципе, давайте суммарно и заключать. Потому что, действительно, я более-менее уже все о ней рассказал. Дизайн мне более понравился, чем не понравился. Но ничего особенного в нем точно нет. То есть, вот опять то, что я смотрю, да, переливается. Да, где-то прикольно. Но каких-то инноваций, способных зацепить глаз, здесь нет. Вес, баланс, мое уважение. Честно говоря, там, даже взяв после этого FT6 Pro, CCM, которая, ну, действительно, в этих понятиях, скажем так, хороша. Корбид мне понравился больше. Здесь, как бы, без зазрения совести могу это сказать. По броскам, чисто под мою стилистику. Но, опять же, как и сказал, если вы предпочитаете другие броски, да, которые я уже перечислил, эта клюшка вас не расстроит. Поэтому универсальное оружие. Универсальное оружие не для модников из-за дизайна, скорее всего. Но цена, если я правильно помню, около 16 тысяч. Дорого или дешево? Ну, как бы вы уже поняли все психологическую планку, которую занимают новые бренды, да, с китайским производством. Вот 16 – это низ этой психологической планки. Поэтому я, скорее, запишу это в плюс, чем в минус. Конечно, вы мне напишите то, что за 16 можно купить там и CCM на Авито, и Bauer на Авито. Ну, что ж, флаг вам в руки. Опять же, я и не против, потому что, ну, у меня нет задачи это продать. Но я считаю, что это вполне объективное, вполне нормальное предложение. Если вы пишете, что от меня, даже ребята вроде какую-то скидку делают. Мы договаривались о промо-кодах на экипировку. Про клюшки мы ничего не говорили. Но отметьте, и мне приятно будет, и ребятам приятно будет, и вам, соответственно, может быть какая-нибудь скидочка. Поэтому так, резюмируем. Клюшка получилась добротной, клюшка получилась современной. И клюшка реально доставляет удовольствие от хоккея, потому что многие сегодня китайские бренды на это просто не способны. Поэтому брать ее или нет, опять же, решать вам, но я в свою точку зрения изложил. Ну, а вы были на канале «Хоккей свысока». Играйте в хоккей. Играйте в хоккей правильной, хорошей экипировкой. Конечно, не получайте травм и гладкого вам льда. Всем пока!